Слава Иисусу! Друзья, шалом вам из Крыма, из Симферополя. Тема «Вопросы и ответы», вопросов стало присылаться больше. Буду стараться отвечать, конечно, на большинство вопросов, потому что есть вопросы действительно очень важные, важные для понимания. И сегодня несколько вопросов. Первый вопрос. Вот книга Михея. Давайте прочитаем. Третья глава, Михей, с девятого стиха. «Слушайте же это главы дома Иаковлева и князья дома Израилева, гнушающиеся правосудием и искривляющие все прямое, созидающийся он кровью и Иерусалим неправдою. Главы его судят за подарки, и священники его учат за плату, и пророки его предвозвещают за деньги. А между тем опираются на Господа, говоря не среди нас, ли Господь не постигнет нас беда». Вопрос важный. Можно ли учить, вот основам слова, пророчествовать, служить за деньги? То есть нормально ли это или нет, когда служитель просит за свои, ну так скажем, услуги, плату? То есть, к примеру, если я говорю, вот вы хотите меня пригласить, это будет стоить вот столько-то. То есть, если вы хотите там школу, это будет стоить вот столько-то, одно служение вот столько-то, а так, чтобы я за вас помолился, ну вот столько-то, шучу. То есть, где эта грань? Нормально ли это брать деньги за служение Богу? То есть за то, чтобы приехать куда-то и послужить церкви? Вопрос острый, вопрос крайне важный, чтобы понять. Очень много злоупотреблений, очень много крайностей, вернее, крайности две, но очень много впадают люди в одну из двух крайностей. Итак, вначале две крайности. Первая, это когда говорится, что если ты там получил что-то за свое служение, то есть что-то попросил, получил, где-то промелькнули какие-то взносы, платы, сейчас вот делают регистрационные взносы, все, это не от Бога. Другая обочина, это когда я выставляю какие-то тарифы фиксированные, и целью моей есть не послужить церкви, не поехать куда-то, потому что есть побуждение от Бога, или Дух Святой влечет куда-то. А цель моя простая, заработать денег. И если я в этой крайности, то я как служитель начну тогда уже ориентироваться, где побольше людей, где побольше заработок, где там побогаче церковь, где там побольше будут собираться пожертвования для меня. То есть это становится для служителя главным мотивационным фактором, почему он поехал туда служить. Просто там больше людей, больше денег, больше сборов, побогаче, и, соответственно, он увезет с собой какой-то куш такой серьезный. А когда его позвали куда-то, где небольшая церковь, и он так прикинул из этой, со своей вот обочины, и говорит, ну что там мне могут, значит, дать. Ну там людей мало, люди все такие, не бизнесмены, не поедут туда. То есть это другая обочина. Где эта грань, чтобы не скатиться ни в одну, ни в другую обочину? И короткий ответ мой, это мое личное мнение, мой опыт. Я считаю, что, ну, я не буду говорить за других, потому что не сильно-то в курсе всех этих, ну, как это все делается у других служителей. Но я лично противник того, чтобы выставлять какую-то фиксированную плату за свое служение. То есть если вы услышите, что пригласить Кузьмина стоит столько-то, значит, что-то не так уже с Кузьмином случилось. Не буду зарекаться, мало ли куда меня занесет, не хотелось бы, но все-таки не все происходит в нашей жизни, как нам хочется, к сожалению. Но на данный момент я считаю, что требовать какую-то фиксированную оплату своих услуг, это уже не служение, это уже, извините, бизнес. Да, бизнес. С другой стороны, человек, который едет, то есть служитель, да, первый, главный фактор, который я, верю, должен двигать любым служителям, которые ездят куда-то послужить, это откровение от Святого Духа. То есть я еду туда, куда Дух Святой мне указал ехать, куда открыл для меня дверь. Не туда, где больше гонорар или больше куш или какая-то выгода меня ждет, а туда, куда влечет Святой Дух. Это может быть большое служение. Допустим, ну вот несколько раз меня приглашали в город Стерлитамак. Замечательная церковь, большая, замечательная церковь. И это тот случай, когда количество и качество, они соединяются в одном месте. Не так часто это встретишь. Но также мне приходилось уже в своем небольшом таком опыте бывать и в церквях, где не так много человек, где там несколько семей. И вы знаете, я не скажу, что там было лучше, там хуже. Там как-то мне больше нравится, там меньше. Допустим, в той церкви, за которую я имею в виду, не очень большой. Я был больше, чем вот, допустим, в Стерлитамаке уже раз. И Дух Святой располагает. И, ну, понимаете, когда я куда-то еду, то есть мне нужно как минимум оплатить проезд свой. То есть ехать куда-то, к сожалению, как Филипп, не получается перемещаться по воздуху. Поэтому самолет или же это там, ну, машина, если это не так далеко. На основном самолет сейчас. Где-то жить. Что-то кушать. Ну, если я не в посте. И, как минимум, вот эти вот несколько статей расхода, их придется покрывать. Без всяких гонораров, такс и расценок. Поэтому я верю, что, ну, по крайней мере, для меня, лично для меня, для Юры Кузьмина, этого достаточно. Если те, кто меня приглашают к себе, я это говорю, когда приезжаю, они могут оплатить мой переезд и проживание. Все. Мне больше не надо ничего. На самом деле это без лукавства. Я знаю, что Господь обязательно восполнит все мои нужды. Если я поехал куда-то, и я вернулся назад с пустыми, ну, руками в экономическом смысле, ну, то есть ничего не привез к себе в дом, в семью. А мы, допустим, арендуем квартиру, там надо оплачивать каждый месяц. Детки кушают хорошо, здоровые детки. Там бензин. Ну, то есть все вот все нужды, как у всех, у обычных людей есть. То я понимаю, что даже если я съездил куда-то и как бы не привез ничего в дом, мой Бог восполнит это с других сторон. И я это испытывал уже не один раз. В начале этого года я почувствовал очень сильное побуждение поехать в Москву. Но не поехать куда-то в церковь. Ну, то есть как бы вот так иногда мыслит человек, вот, а что ты едешь туда? Я еду молиться. Ну, в смысле? А как служение где-то, какую-то конференцию, какую-то школку, что-то замутить? Нету вот, нету в этот раз. Да ну как это не может быть, что просто так поедешь, будешь там молиться? И я за свой счет я купил билеты, снял гостиницу, питание. И вот эти там несколько дней я ходил по Москве, я молился, я получал откровения, для которых я верю, важные, не только для меня. Я получал впечатления, какие-то вещи где-то Бог давал мне высвобождать. Я не встречался с верующими, я не был на служениях, я не проводил никаких собраний. В этот раз было вот так сказано, ни с кем не пересекаться. И я вернулся домой. То есть, соответственно, я как бы потратился, но ничего нигде не проводил, соответственно, ничего нигде не получил. То есть, я ни с кем не пересекался и ничего мне никто не давал. Но за эти несколько дней, вот что я был в Москве, Господь с разных сторон пришли благословения в таком размере, и что это больше, чем я когда-либо где-то ездил и служил, и привозил назад. То есть, Бог всегда восполнит наши нужды. И когда я вернулся домой, соответственно, у нас было что кушать, как платить за жилье и так далее. То есть, Господь заботится о своих служителях. Поэтому я верю, что когда человек едет куда-то служить, лучше доверять Господу в этом вопросе. То, куда ты едешь, конечно же, я знаю. Я вот благодарен Богу за церкви, в которых я бывал ни один раз, никогда, хоть я так и говорю, что мне ничего не надо, но никогда я не уезжал, ну, кроме Москвы, потому что я не был там ни в одной церкви, с пустыми руками. Я знаю, что наш народ, вот славянский народ, это жертвенные люди. И они понимают этот принцип, что это нормально, благословить Божьего человека, благословить служителя за то, что он приехал, послужил. Конечно, даром получили, даром давайте. Вот почему нельзя никаких такс устанавливать. И если я, как служитель, доверяю в этом Богу, я знаю, что даже если там маленькая церквушечка, и они благословили там чуть-чуть, но это вот там в аэропорту, знаете, там кофе попить с бутербродом, там уже это такая сумма, эти аэропортовские цены. Не в этом соль, не ради наживы надо ездить на служение. И там вот здесь же у Михея говорит пророки, кто им что-то дает, они хорошее пророчествуют. Кто ничего в рот не положил, объявляют против того войну. Вот против этого, я верю, Господь говорит здесь в этом слове. Для церкви же, то есть в которую приезжает служитель Божий, это хорошая возможность посеять не только в него, но посеять таким образом в самих себя, потому что в добрая почва приносит плоды. Когда приезжает к нам кто-то послужить, мы стараемся благословить человека по мере возможностей, по мере сил. Никто, ну, никто нам, ну, по крайней мере, в школе Христа, кто приезжал, никогда не выставлял никаких счетов, чтобы вот фиксировало, мне нужно 5000 долларов и точка. Не было такого, слава Богу, не встречались с такими. Но знаю, что есть, такое есть. Поэтому мой совет для всех служителей, кто, ну, где-то вас приглашают, не смотрите в руку, что-то там дадут вам, не дадут. Бог восполнит всякую нужду вашу. Даже если вы послужили где-то и за свой счет получилось, ну, так получилось, но не восполнилось в том месте, придет с других сторон, сверхъестественно, и все будет восполнено, и Бог всегда дает больше с избытком, с мерой доброй, нагнетенной, утрясенной в радость. Я это свидетельствую об этом. Поэтому не бойтесь, не бойтесь. Служите Богу доброохотно, служите Богу бесплатно, служите Богу без какой-то видов корости, где-то что-то поиметь. И Господь поставит вас и в царские дворцы, если надо. Но если туда попадет алчная личность, алчный служитель, представляете, какой это, ну, вот как этот Нейман, который Гиезий взял у Неймана денег, представляете, какое вот посрамление на пророка легло Божьего, что вроде как пророк денежек попросил. И, соответственно, проказа пришла на Гиезия. Поэтому давайте не будем вести себя так, чтобы было порицаемо служение, чтобы где-то о нас говорили, ой, да это такой жадный человек, по 10 раз пожертвования для себя любимого собирает за одно служение, и выставляет какие-то счета, и не хочет жить в обычной квартире, ему надо какой-то фишемебельный отель. Я понимаю, если есть возможность у церкви поселить в хорошее какое-то там крутое место и благословить служителя. Но если этого нет, служитель должен быть готов и на раскладушечке прилечь, там поспать. В этом нет ничего зазорного. То есть мы не должны, служители становиться какими-то суперзвездами, какой-то элитой, со своим этим, как его называют, ну, которые требования, райдером. Вот я приеду, если у меня будет вот это, вот это, вот это, пятое, десятое. Да, люди спрашивают, что вы любите, чай или кофе? Я говорю, я кофе. Ну, тогда мы там, где будете жить, поставим вам кофе. Спасибо. Но если бы не поставили, да ничего страшного от этого не случилось. Поэтому в этом вопросе надо сохранять здравый баланс. Кто-то говорит, вот апостол Павел, работа. Вот в конце эту тему, этот момент коснусь. Апостол Павел шил палатки, и все служители должны также где-то вот там на работе находиться. Скажу так, если бы апостол Павел шил постоянно эти палатки, то у нас бы не было бы его посланий из Ефеса, там, Коринфа, Колосс, потому что тогда люди перемещались месяцами между городами, и не было машин, не было самолетов. Если бы Павел где-то ходил на работу каждый день, он бы просто физически не смог бы никуда ездить. Эти его поездки, путешествия занимали по году, по полгода, месяцами он передвигался. Естественно, ему нужно было за что-то жить, и Бог восполнял это через других. Об этом он пишет многократно в своих посланиях. Поэтому не надо манипулировать этим, этими вещами. Об этом написано один раз. В одинаковости ремесла он шил палатки. Я по профессии фотограф. Был момент, когда Бог открыл возможность, я работал по фотографии, приходили заказы, неплохие деньги зарабатывались. Потом он закрыл эти двери, и начали приходить благословения из других источников. И я смог сосредоточиться на слове, на молитве, и пребывать в этом постоянно, не пищась о столах, так сказать. Поэтому, если это дает Господь, не надо это отвергать. То есть, обеспечение на служение полного времени. Если же пока нет такой возможности, и Бог дает возможность зарабатывать, почему это не делать? Используйтесь лучшим, зарабатывайте, благословляйте других из своего заработка. И если вы служитель, то придет момент, и возможно, вы будете также отделены уже на 100% занятость именно служением. Поэтому, мудрый услышит, тот, кто хотел найти какой-то повод покритиковать, найдет его в этих ответах. Ну, ответ вы мой услышали. Итог такой. Благословлять служителей надо, выставлять какие-то ценники нельзя, я считаю. Искать корость в служениях, в поездках, какой-то вид, виды заработка, это путь вот в служении мамони в итоге. Поэтому, но и не уподобляться тем, кто критикует, если где-то там какой-то регистрационный взнос берется, чтобы оплатить билеты и проживание служителя, я ничего в этом плохого не вижу. Если церковь решила, давайте мы пригласим там такого-то служителя, и, извините, с Южной Африки билетики стоят сюда немало денежек, если вы когда-то вот поинтересуетесь в интернете, сколько стоит, то церковь берет на себя ответственность за билеты и проживание как минимум этого человека. Естественно, иногда нет возможности одной самой церкви это поднять, они ставят какой-то регистрационный взнос, но, вы знаете, я из тех церквей, где я был, даже где там берут вот эти регистрационные взносы, как правило, церковь по большому счету в финансовом минусе остается, потому что оплаты билетов, эти все передвижения, питания, поселения служителей занимают очень много ресурсов и сама принимающая церковь очень редко, когда что-то еще там какой-то плюс остается, в основном это и есть жертва и служение Богу и через это многие получают благословения, допустим, смотря видеозапись и это не стоило вам ничего. Поэтому не критикуйте, друзья, не осуждайте или покажите своим примером, как надо делать лучше. На этом все, вот этот был вопрос и вы услышали ответ. С Господом! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok